Давайте мы продолжим эту недельную главу, и я пойду к ее колкованию, добавлению, потому что слово, которое мы говорим, это слово Божие, откровение и пророчество. Я продолжил говорить о том, что говорил брат Аркадий, и автора — это, как правило, выдержки из пророков, которые читаются после недельной главы Торы в синагоге. Есть 54 недельных главы Торы, которые читаются, и когда заканчивают читать недельную главу Торы в синагогах, читают автору. Это несколько стихов из пророков, которые связаны, это говорит, говорят, что после этого люди заканчивают и уходят домой, поэтому я говорю о недельной главе, а потом к ее завершению, авторе. Почему? Потому что все мы поедем домой в мире, в здоровье. Я не слышу. Здоровые. Почему здоровые? Потому что слышали сегодня, наш брат говорил, он говорил, когда ты принимаешь таблетку, когда ты плохо себя чувствуешь, таблетка действует в твоем организме, и Слово Божие начинает действовать в нашем теле. Мы сегодня поедим, попьем, и мы помолимся. И есть такая молитва, что ты благословил Бога на эту землю, которую Он дал тебе, что Бог благословен, который все сотворил по Слову Своему. Все, что есть, все, что ты видишь и не можешь увидеть, все сотворено по Слову Ему. Он сказал, и это свершилось. И собрание скажет, мы идем в книгу Второзакония, в третью главу. С 23 стиха она начинается и заканчивается в 7 главе, в 11 стихе. Мы прочитаем кое-что отсюда, я вам объясню. В ту пору я взмолился к Господу. Владыка Господь, ты начал являть мне рабу Своему, твое величие и силу руки Твоей. Разве есть другой Бог на небе или на земле, который были бы по силам такие дела и свершения? И он просит, позволь же мне перейти реку и увидеть прекрасную страну за Иорданом и эти прекрасные горы и Ливан. Он говорит, дай мне Господь, я прошу у тебя, я хочу войти в обетованную землю, я хочу быть внутри, я хочу сказать вам что-то. Может быть, вы некоторые до сего моменты не понимаете, что вы живете здесь и сидите здесь. Моисей, 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 Великий Моисей, Великий Пророк, о нем написано в Откровении, что в Царстве Божьем поют песню Моисея и Огнца. Представьте себе, насколько был велик Моисей, не только в народе, но и перед Богом. Он отдал всего Себя, Он отдал Себя Самого на святую работу. Написано, что Моисей оставил царский дворец, чтобы страдать народом израильским, страдание Мессии. И так написано, Он не вошел в обетованную землю. Но мы здесь сегодня, в земле обетованной. Мы сидим здесь, и у нас есть милость Божья жить здесь и пребывать здесь. Это великое деяние. Даже Моисей не вошел, а мы здесь. И я благодарю Бога за то, что я родился в это время, я благодарю Бога, что Он дал мне сделать репатриацию, подняться на эту землю, что Он дал мне это служение в земле Израильева, потому что Моисей не получил такого дара. Почему он просил войти в землю обетованную? Для этого есть причина. А причина, она следующая. Заповеди, которые Бог дал народу Израиля, эти заповеди, они святы. Почему? Потому что Бог свят. Но заповеди, которые не в земле Израиля, и в земле Израиля, они разные. Когда ты не находишься в земле Израиля, есть определенные заповеди. И в земле здесь другие заповеди. Он сказал, дай мне войти, я хочу исполнить все Твое слово, исполнить волю Твою, потому что, когда мы исполняем волю Божию, мы исполняем Его желание. Смотрите, что написано в 7 главе в 11 стихе. Бог ему говорит, не зайдешь и не проси больше. Слово «взмолился» это от слова от слова «милость», «помилование», дать помиловать кому-то. Я прошу от всего сердца «помилуй меня», «пошу Твою милость», дай мне войти. Так мы должны просить у Господа «дай мне дай мне Твои силы. Я хочу исполнить Твое слово». И в 11 главе 7 стиха в 7 главе 11 стиха написано «поэтому исполняй повеление предписания и законы, которые я возвещаю Тебе ныне». И я говорил в предыдущие разы, что во многих случаях Слово Божие находится здесь, на столе, это хорошо. Уже есть надежда, что ты будешь жить по этому Слову. Но более того, Слово Божие должно войти внутрь тебя и быть и жить там. И он говорит в 28 главе Второзакония, если услышишь, когда услышишь, что говорят тебе, соблюди и сохрани. Слово Божие, оно не работает, оно не действующее до того, как ты не сохраняешь его и не делаешь его в своей жизни. Я тот человек, который дает жизнь Писания через осуществление заповедей, через послушание Господу, через мою веру и мою уверенность в Господе. Я вдыхаю жизнь в эти Писания. Можно много слышать, много слушать и много видеть, но если я не храню это в моем сердце и не делаю это в правильное время, то тогда ничего в моей жизни не сдвинется никуда. Масей говорит, и сохранил заповеди и законы, которые я повелеваю тебе соблюдать сегодня. Слово Божие, когда он находится снаружи, это хорошо, но когда он находится внутри тебя, он дает тебе продвигаться в твоей жизни, он продвигает тебя, он дает тебе особое продвижение, которое ты не мог сделать до этого, ты не мог сделать и совершить это, но потому что Слово Божие действует и работает в тебе, оно дает тебе откровение, и через это откровение ты продвигаешься в твоей жизни. Кто-то услышит меня? Давайте перейдем сейчас в книгу пророки Исайя, это Исайя, то, что Бог хотел войти в землю обетованную, чтобы исполнить все его слова, все его законы. Так мы должны желать исполнить весь закон Божий, не половину, не 99,9 десяток, мы должны желать все исполнить Слово Божие. Ты можешь слушать, есть на этой земле кто-то, кто может это сделать? Нету такого человека, но все можно верующему, все ему возможно верующему. Написано, что человек, люди смотрят на что? на что они смотрят на лицо, а Бог смотрит в сердце. Написано, что Он видящий сердца, Он сердцеведец. Написано, что Бог испытывает сердца. Почему написано, что Он испытывает сердца? Почему написано, что Бог взвесил Валтасара, царя Валтасара и нашел Его очень, как там написано, очень-очень легеньким? Почему? Потому, что Бог испытывает сердца. Без Слова Божия внутри человек очень легкий. Я вам объяснял в прошлый раз, когда Слово Божие привозит славу, а слава на иврите от того же корня, как и вес. Когда ты исполняешься Словом Божиим, ты много весишь, ты можешь сказать, как сказал Петр у нас, как сказал апостол Павел, у нас нет ничего, но мы властвуем, обладаем всем. У нас есть власть, потому, что нам дает Слово Божие, оно дает нам власть. Может быть у тебя нет красивого дома, может у тебя нет еще чего-то, но когда внутри тебя есть Слово Божие, ты можешь управлять вещами в хорошем смысле этого слова, потому, что ты властвуешь над собой, кто он побеждающий, кто он генерал, главный военнокомандующий, тот, кто управляет своей плотью, ты можешь управлять самим собой, ибо Слово Божие живет в тебе, и у тебя есть власть, когда Бог проверяет твое сердце, оно не пустое, оно нелегкое, там внутри Слова Божия. Апостол Павел сказал нечто интересное, он сказал, самое дорогое, что есть внутри нас, это о чем он говорил, что значит то драгоценность, которую мы носим в своем сердце, это Слово Божие, потому что Слово Божие дает власть. Многие люди хотят изгонять бесов, и не у них ничего не получается. Почему? И чтобы изгонять бесов, ты должен быть полом Словом Божием и Духом Святым. Я знаю, что ты должен использовать имя, которое превыше любого имени, имя Ишуа Машиах. Я знаю, что мы должны использовать это имя, которое превыше любого имени, имя Ишуа Машиах. Но если в твоем устах нечто одно, а в сердце твое, и это не подходит одно к другому, нет единства. Это что тогда есть? Нет строительства, нет устройства, нет устройства, нет полноты, нет полноты, ничего не работает. Должно быть единство между твоими устами и твоим сердцем. Полное единство. Сороковая глава Исаи с первого стиха. Утешайте же, утешайте мой народ, говорит Бог наш. Говорите к сердцу Иерусалима, возвестите ему, что он был в свою повинность, что искупленная его вина. Получил он от Господа двойное воздаяние за все свои грехи. Голос вызывает, приготовьте пустыни, дорогу Господу, путь прямой в тези, приложите для Бога нашего. Пусть все лощины поднимутся, горлы и холмы понизятся, искривленная станет гладким и неровности станут равниныю. И откроется слава Господа, все живущие увидят ее. Вот что изрекли уста Господа. Давайте остановимся здесь. каждый из нас хочет увидеть славу Божию в его жизни. Я не знаю, как вы, но я хочу. Написано, что Адам с Евой ходили в раю и они были обнаженные, на них не было одежды. И они не обращали на это внимания, потому что они были одеты в славу Божию. И сегодня есть много людей, которые одеты в одежду, а сами голые. У них есть красивая одежда, но они голые, потому что нет на них славы Божьей. Потому что нет на них того, что должно быть. Я молюсь, и я хочу, и я бегу к цели, чтобы слава Божия была на мне, на моей жизни и в жизни моей церкви. что там, где я пребываю и беру свою ответственность, я хочу быть в славе Божьей. Но слава Божьей не может быть отдельно от Слова Божьего. Слава и Слово Божьего очень присоединено идет только в месте кто хочет увидеть славу Богу и живого жизни, он должен понимать, что слава от Бога и слава от людей это совсем не то. Это мир нам предлагает обогатиться, нам предлагают лгать и много разных других вещей. Но это пустая слава, слава мира сего. Он не стоит одного гроша. Есть люди в церкви, когда они ведут себя как в мире и хотят, чтобы их уважали, хотят, чтобы Бог уважал их, и чтобы другие люди их уважали. Мы их можем любить, но уважать вряд ли. Бог может любить тебя, но если ты не принадлежишь к тому, что он говорит, если ты не принимаешь, не живешь, он может тебя любить, но уважать тебя он не будет. Когда Бог уважает тебя, когда видно его славу на тебе, видно его милость на тебе. Бог принял Иисуса Христа, он уважил его. Мы слушали сегодня этот псалом. Написано «Милость и благодать твое помазание, помазание Бога помазал тебя Бог елеем радости более товарищей твоих, потому что Иисуса сказал «Я пришел исполнять волю Отца моего, и я не делаю ничего, пока не вижу на небесах Отца Творящего». Ты хочешь славу, ты должен понять одно, ты должен исправить твои пути, ты должен сделать, исправить этот мир, как говорят на верите, тикун о лам. Что ты говоришь, исправить весь этот мир, это так в иудаизме говорят? Нет, это не только в иудаизме, мы тоже так говорим, чтобы исправить свои пути, исправить свои стези. И мы получили эту возможность в Ишуа, нашей Мессии, мы получили эту чудесную возможность не нашими силами это сделать, а силами Духа Святого. Дух Святой уважает тех людей, которые несут Слово Божие в своем сердце, уважает и почитает тех людей, которые верят в Слово Божие и говорят, да, Господь, Дух Святой, она сам по себе слава, Дух славы. Видно, что в этом недельной главе есть еще одна интересная вещь. Мы говорили про Адама с Евой, мы говорим, что они были в славе Великой Божьей, когда они согрешили, когда что они на себя подели листочки фиговые. Сейчас вы знаете, что Йосеф видел сон, он видел сон, что сон луна и 11 звезд поклоняются ему. Почему он видел своего отца как Якова, как солнца, а маму свою как луну, потому что это слава, это слава Божья. Почему это произошло? Есть много причин, есть много толкований, но одно, одна из причин, я объясню вам. Отец в доме, он как солнце. Вы меня слышите, мужчины? Не жены, солнца, не мамы, а папы, отцы, потому что они несут в себе слово Божие. и вы знаете, что луна, она берет отраженный свет от солнца, поэтому она светится ночью отраженным светом, но если солнце не будет светить, то как луна, что она будет отражать? у каждого есть ответственность, и каждый должен принимать слово Божие, но особенно мужья, они должны слушать и исполнять, почему? Потому что они как солнце в доме своем, они как солнце, которое встает и дает силу луне свет дому, поэтому что он говорит, он говорит, голос в пустыне призывают, голос взывает, вы помните, когда пришел Иоанн, он сказал, я голос вопиющий в пустыне, слово Божие это пророческое слово, и оно призывает нас исправить наши пути, наши дела изменить, ты не можешь всю твою жизнь ходить с опущенной головой, и жить вот так вот, и все время вздыхать, вот так да, ты так не можешь делать, потому что такая атмосфера, в которой ты живешь, это просто сатанинская атмосфера вокруг тебя, это враждебная атмосфера, это очень важно, то, что я говорю, мы призваны изменить эту атмосферу вокруг нас, мы призваны к этому, но когда ты все время кричишь, все время ты обижен, все время говоришь против людей, не поклоняешься, не подчиняешься властям, не исполняешь волю Божию, ты живешь по своим мыслям, по своим желаниям, и по своим, я не знаю, по своим всяким побуждениям плоти, как ты ожидаешь этой слабой, хотя ты призван Богом, ты призван ходить в Божьей славе, Иисус заплатил за эту цену, Иисус подписал это своей кровью, Иисус дал тебе это, это бесплатно для тебя, но ты не можешь отвергать это, ты должен принять это наследие, смотрите, наследство получают только после смерти завещателя, там есть разные условия бывают, завет Бога твоего, она написана здесь, и тут есть в ней некоторые условия, я говорю вам во имя Господа Иисуса Христа, благая вещь, благая весть Евангелия, которая благоествуется без всяких условий, это сатанинское учение, я говорю тяжелую вещь, благая весть Евангелия, без которой безусловно, оно от дьявола, сатана использует, использует даже служителей Божьих, пытается их использовать, можно так сказать, в благовествовании, в благой вести есть куча условий, если ты примешь Иисуса, если ты примешь Его в сердце своем и провозглашаешь Его своими устами, будешь жить поэтому, будут осуществиться то, что написано в завещании, давайте продолжим, я должен скоро заканчивать, в седьмом стихе Он говорит, извиняюсь, шестое, голос говорит, возвещай, я спросил, что возвещать, все люди на иврите, вся плоть, как трава, их краса, как цвет полевой, трава засыхает и вянет цветок от дуновения Господа, поистине люди трава, трава засыхает, вянет цветок, а Слово нашего Бога пребудет вовек, Слово нашего Бога пребудет вовек, поэтому, дорогие братья, когда ты, как Моисей, хочешь исполнить Слово Божие на сто процентов, и ты делаешь это и хранишь это внутри себя, смотри, что написано в первом псалме, смотри, что написано, мы сегодня читали это, мы читали это сегодня, второй стих, ибо о законе Божьем в сердце его, и он изучает это, день и ночь, это его воля, его желания пребывают в законе Божьем, это даже больше, чем закон, это больше, чем желание, меня тянет к этому, влечет, я это хочу, меня влечет это, мне важнее всего другого, это важнее всего, что я думаю, это важнее всего, что думают другие, это важнее всего, это важнее важнее всех, всего, что происходит в моей жизни, потому что в законе Божьем он твердит его, повторяет, он не только верен, он изучает его, повторяет, бормочет, можно сказать, твердит его день и ночь, и смотрите, какой результат, он говорит, народ как трава, что он говорит, почему он сказал, что люди как трава, потому что народ, который не хранит Слово Божие в своем сердце, он как трава, а трава сгорает и все, от чего сгорает, от солнца, но тот, кто в Слове Божьем пребывает, изучает его каждый день, написано, что он будет как дерево, посаженное у потоков вод, если весь народ как сухая трава, я нет, если весь народ страдает от экономических каких-то бедствий, я нет, если весь народ болен, я нет, если весь народ грешит, я не грешу, если весь народ без плода, он бесплоден, я нет, потому что я принадлежу Слову Божию, и народ смотрит на меня, и некоторые из них, может быть, дай Бог, что больше, чем несколько из них, будут приближены ко мне, и я начну рассказывать им величие Бога в Иерусалиме, величие, которое Бог имел в жизни моей, почему, как дерево, посаженное у потоков вод, потому что Слово Божие, это вода жизни, трава полевая, она сухая, потому что солнце встает, и нет воды, и он иссыхает, но дерево, посаженное у потоков вод, я не только Слово Божие даю ему войти в меня, я и строю жизнь мою, поэтому на этом слове, то Тора это не закон, хотя мы не говорим против закона, но мы прежде всего, что по закону никто не оправдается, только по милости Мессии, Тора это от слова Ора, Ора это указание на учение, если ты в Божьем учении будешь пребывать каждый день и рассуждать, и бармотать его, написано твердить, на иврите это словно бармотать, ты будешь, мне важно, что сказал мой Господь, и Он до сегодняшнего дня говорит из этого Слова Твоего из нашего сердца, и Он что написал к Тимофею? Послание к Тимофею что написано? Давайте посмотрим. Откройте вместе со мной послание к Тимофею. Я верю, что вы получаете что-то сегодня. слава Господу, аллилуйя. Первое послание к Тимофею, четвертая глава. Он говорит, слово Божие, преклони сердце свое. Не партия вперед, которая сегодня уже не существует в нашем парламенте. Слово Божие тебя продвигает вперед, и это никогда не остановится. Смотри за собою. Будь в этом постоянном, так ты спасешь себя и слушающих слов. и будь как дерево, посаженное у потоков вод, которое даст свой плод во время свое, которого лист не вянет, которое приносит плод, и все, что сделает, преуспеет. Ты хочешь преуспеть? Ты хочешь славу Божию? Ты хочешь славу Божию? Возьми слово Божие в сердце свое и строй свою жизнь на Слове Божьем, на учении Христовом, и тогда ты увидишь великое продвижение, и ты увидишь твоей жизни. Ты сам удивишься, как ты продвинулся в жизни. Я говорю вам с уверенностью, нет никакого настоящего продвижения в этом мире. Да, мы должны учиться в университетах, да, мы должны стараться получить хорошее образование, чтобы у нас было первое, второе, третье, если можно, и четвертая степень, но истинное продвижение это когда ты изучаешь закон Божий, его учение Божие, ты изучаешь, ты учишь, ты желаешь, и ты пребываешь в этом, и ты погружаешься в это, и ты продвигаешься в жизни более, более и более, чем те, которые с тобой сидят вместе в том же ряду. Давайте закончим это. Мы примем причастие Господне, вечерю Господню. Еще раз. И в законе Божьем сердце его, и он изучает его каждый день, и будет он, как дерево посаженное потоков вод, которое лист не вянет и приносит плод во время свое, и все, что он не сделает, успеет. Неважно кто открыл рядом с тобой бизнес, ты преуспеешь. Неважно кто находится в том же служении, что и ты, ты преуспеешь. Неважно если ты находишься в доме и ты занимаешься детьми, ты преуспеешь. Если ты, неважно, находишься как работник на какой-то работе, ты преуспеешь. Написано, что в Египте, в рабстве, в рабстве египетском, народ израильский преуспел, поэтому их фараон возненавидел и начал бояться их. Фараон боялся народа Израилева. Если у тебя есть Слово Божие внутри, может быть, выглядит снаружи, что ты раб, но внутри ты свободен, ты сын свободы. Причины, все, что вокруг происходит, вокруг меня, события, они не говорят ко мне. То, что происходит, не говорит ко мне, потому что я внутри полон Слова Божьего, потому что я полон внутри откровений Иисуса, потому что я внутри полон пророческого Слова, я знаю мое будущее. Еще раз. Я хочу, чтобы кто-то принял это. Не знаю, какие причины. Если банк мне звонит и говорит, у тебя есть там такая нехорошая ситуация на твоем счету. Да, я должен работать. Да, я знаю, что я должен сделать. Да, ты должен знать и сделать, но они думают, что я раб, но я свободен, потому что внутри меня и Слово Божие. И Слово Божие, оно пророческое Слово, и дает мне откровение. И я знаю, какое мое будущее. У меня есть будущее и надежда, говорит Иеремия. Народ Израиля и в Египте был свободен. Даже когда они были рабами, они все равно были свободны, потому что в них было Слово Божие. Бог дал им преуспеть в Египте, в Вавилоне, везде, где они были в порабощении. Они были свободны, и они преуспевали везде, потому что закон Божий они изучали. учение Божие учили день и ночь. Апостолы были в оковах, но они преуспели. Он говорил, да, я в оковах, говорил апостол, но никто не может затовать, связать два Слова Божия. Никто. Когда ты мне говоришь, пять лет назад, у меня случилось вот это, и я как в тюрьму попал. У тебя, у тебя твоя тюрьма внутри тебя. Освободись там. Слово Божие в свое сердце введи и забудь о прошлом. Если человек слишком много говорит о прошлом, я начинаю понимать, что человека нет будущего. Как было, что было, и как ты пострадал, что тебя обидели. Да, было тяжело. У тебя нет будущего. Бог, который полон Словом Божьим, Он говорит о будущем. Паша, Слово Божие – это пророческое Слово. Да, я должен помнить, что я был в яме без воды, что я был большой грешник, я был первый из них, но я не думаю об этом много, я думаю об этом только, чтобы возблагодарить Бога. Я думаю о будущем, я думаю, как исправить себя в Духе Святом и свои пути, чтобы быть угодным Богу в вере. Он говорит, что весь народ, как трава сухая, все попадают в Шиол. Но человек, который изучает закону Божию, он не попадает в это место мучения. Он и здесь приносит плотно этой земле и приходит в Царство Божие. Вся церковь скажет...